Сегодня я хочу продолжить с вами уроки по охроним к Талмуду. И у меня осталось несколько предположительно охроним, которые я хотел бы обсудить, которые не напечатаны в стандартных изданиях Вилинского Талмуда. И этот урок посвящается рифу шлема. Итак, следующий мой урок, сегодняшний урок, это по автору Шага Тарье, который мы уже обсуждали на серии уроков Хекер Халаха. Кстати, я для него сделал единственное исключение, что Хекер Халаха это была серия уроков по именно комментаторам Шухонаруха или книгам подобным Шухонаруху, не книгам вопросов и ответов Шейлот Витшу Вод. А Шага Тарье, так как хотя он книгу свою написал в форме Шейлот Витшу Вод, но это его собственные вопросы и хакирот, которые похожи на комментарии к Шухонаруху своего рода, ну и вообще к законам. Его очень много цитируют, как мы видели тоже в серии уроков Шар и Чува, как часто он его цитирует. Поэтому я решил тогда сделать урок по Шага Тарье. А теперь тот же мудрец, но его, соответственно, комментарий к Талмуду. Так же, как мы сделали таким же образом два урока по Нодобе Игуда, по Раби Хескалиландау, отдельно до Гульмирвава, к Шухонаруху, отдельно его Цлах, Цюнлинефишхая к Геморре. И так же мы к Хатамсоферу сделали два урока, и так же к Рабеке Вейгеру. У всех этих мудрецов были комментарии к Шухонаруху, а были книги по Талмуду, и я пытался сделать уроки и в той, и в другой серии немножко. Хотя это мало, конечно, дает полное представление мудреца, но хотя бы хоть что-то. Так вот, то же самое я решил сделать и с автором Шагат Арье, он невероятно популярен, очень много цитируется, и его комментарии к Талмуду, у него есть два названия почему-то. Некоторые массехты он назвал комментарии Тури Авен, а к другим массехтам он назвал комментарии Гвурат Ари. Так, его звали Арье, да, понятно, Шагат Арье и Гвурат Ари, понятно, откуда эти названия. Но вот Тури Авен, почему-то, например, к трактату Мигила, еще некоторым трактатом он назвал Тури Авен. Вообще у него комментарии только всего к немногим трактатам, в основном из Седер Моэд, почти все. И я переведу просто несколько примеров на Абум. В основном я выбрал их с конца разных трактатов. Значит, трактат Мигила, 32-я страница. Известный вопрос, что наша же Немора говорит в другом месте, что еще за 30 дней до Песаха начинают изучать законы Песаха. И так мы делаем, действительно. Обычно уже с Пурима начинаем изучать, целый месяц занимают изучить законы Песаха. Хочу сказать, что то, что сказано, что за 30 дней изучают Хехот Песах, возможно, не имеется в виду, что обязан изучать за 30 дней до Песаха уже законы Песаха. А имеется в виду, что есть такой закон, когда есть два ученика и спрашивают у Равина вопросы. Если один спрашивает по теме, а другой не по теме, отвечает тому, кто по теме. То есть приоритет всегда у тех, кто спрашивает по теме. Так вот навками на следствие того, что говорится, что изучают уже законы Песаха за 30 дней до Песаха, что это уже считается темой. То есть если даже в принципе в Ешиве другая Месехта, Но если спросили у Равина по теме Песаха, начиная с Пурима и позже, уже это считается по теме. Этот ученик считается, что спросил по теме. В этом навка, Мина. Низкаким ли шоэль киньян тхилаш? Сначала отвечают тому, кто спросил по теме. Вигаш таламид йом ли танакам убей шабатот ли рашбак хашэль би хихат пейсаха вишоэль киньян. Там на самом деле есть диспут в Талмуде, 30 дней или 2 недели. Что по мнению первого таны, 30 дней до Песаха изучают законы Песаха. По мнению рашбагара, беншамдан Гамлиэля, 2 недели до Песаха занимаются законами Песаха. Кстати, на этом основном обычеи многих не есть мацу до Песаха за 2 недели. В Талмуде это не упомянуто. В Талмуде такое упомянуто в предыдущий день до Песаха. Чтобы маца была свежей, новой, но люди решили, что мало одного дня. Вот если целые 2 недели не есть, это уже немножко тогда будет маца действительно свежей и желанной. А другие даже 30 дней действительно, как Танакама здесь насчет изучения законов Песаха за 30 дней, так же они не едят мацу же за 30 дней до Песаха. Во всяком случае, он говорит, что Навкамина получается в диспуте за сколько времени изучают законы Песаха, имеется в виду, Навкамина только в том, что если спросил ученик в это время, считается ли он, что он спросил Киньян, что он спросил по теме. То есть по первому Таню это за месяц до Песаха, по рашбагу это только за 2 недели. В нескаким отхил. Когда были евреи нечистые, они захотели как-то компенсировать то, что они не принесли Песах, так Моша им рассказал про второй Песах, который будет через месяц, 14 яра. В главе Бо описывается, что Моша в начале месяца, когда Всевышний сообщил ему про Рошходыш, тогда он сказал евреям, соответственно, про Песах тоже, то есть за 2 недели до Песаха. Вектиф дебру вегомер. Беасорлаходыш азевы и кхулахэм ишсе и так далее, что возьмете на 10 числа, возьмете барашка и так далее. Это была одноразовая миссия, что именно 10 числа, в шаббат агадоль, потому что в будущем, когда будут приносить корм Песах, не обязательно заранее приготовить этого барашка. Многие законы Песаха, которые были даны тогда, были только в Египте, только про первый Песах. Так вот, пишет он, Вега, что теперь говорит? Ли тана кама, такше мгады Моша омед Берошходыш ума с хирара Песах. Ви шуалим ламед йом, хавали ли с хирара Песах миюдалит беадар. Он говорит, что все-таки кушай тогда к первому тане, он учит из Песах шини, но почему действительно Моша тогда за месяц до Песаха не стал обучать за корм Песаха? Почему он только Берошходыш стал обучать? Как мы объяснили, нет на самом деле сложности, потому что здесь не то, что есть обязанность заранее за месяц изучать законы Песаха. Просто это время уже считается тема общая Песах, поэтому если спросить вопрос по Песаху, это будет по теме. Но в принципе изучать можно и позже. Поэтому нет никакой сложности, или Танакама, мгады Моша омед Берошходыш ума с хирара Песах вилу кодом нахэн, что Моша обучал законы Песаха в Рошходыш только, дождался Рошходыша. Это все, конечно, только намеки, потому что Моша, может быть, только тогда получил эти заповеди, да, и возможно, тогда у них было меньше законов, чем у нас сегодня. В любом случае, люди действительно начинают изучать законы Песаха за месяц или близко к этому времени, да, чтобы как следует разобраться. Но вот получается, по мнению автора, обязанностей Момаш нету. Кстати, многие посты написали, что и про другие праздники тоже нужно уже. Вот сейчас меньше месяца до Рошашаны осталось, уже нужно изучать законы Рошашаны. Но я не знаю, большинство людей, кажется, так заранее не изучают эти законы. Законов Рошашаны не так много. Вот законы Суккота, там их очень много, а времени будет потом мало. Поэтому если начать изучать законы Суккота, вот примерно сейчас, да, за месяц перед Суккотом, это скоро будет, да, 15-е, наверное, Иллула. Вот, может быть, стоит изучать уже законы Суккота, их очень много подробно, но большинство людей, кажется, это не делают так заранее. Окей, переведем небольшой отрывок из конца трактата Юма. Это, как я сказал, вот другая книга Гевура Тари, предыдущая книга была Тури Авен, теперь Гевура Тари к трактату Юма. Там обсуждается диспут вообще, что такое Илла. Не знаю, как мог возникнуть такой диспут, но вот мнение Шмуэля, что Илла это не мамаш полноценная молитва, то есть всем благословений, как у нас. А это просто короткие мольба Маану Мехаейну, что вся Илла это не мамаш имеет все свойства Шмунеэсера. Это не как молитва Шмунеэсера со всеми ее свойствами, а просто мольба определенная, одна молитва коротенькая, видимо, относительно. Разумеется, у нас Халаха не как Шмуэля, мнение Шмуля отвергнутое, у нас Халаха, что молимся Наилу, как любую другую молитву. Но вот его вопрос, как вообще может быть тогда Биркат Коханим? Ведь Биркат Коханим имеет определенные детали, что они выходят, когда Реце говорит Хазан и тому подобное. А если нет в этой молитве Наила вообще никаких из этих брох, то как могло быть Биркат Коханим тогда? Как же тогда они благословляли народы? До сих пор Сифатим так делают. Сифатские коины благословляют народ в Наилу тоже. Что у нас такой закон есть, это тоже в Шуханархе, этот закон, что если коин не начал выходить в брохе Авода, это третья броха от конца Реце. Там упоминается служба в храме, и поэтому, так как основная служба коинов была именно в храме, и поэтому там сказано, чтобы они выходили уже вперед на Духан, чтобы повернуться и потом благословить народ. То есть само наслаждение коинов будет через броху, после Модим, перед всем Шалом, но выходить они должны в Реце. Если они не начали выходить в Реце, хотя бы не сделали первые шаги, то потом они уже вообще не выходят. Может быть, Шмуль вообще не считает, что это так. В смысле, то, что сказал Раби Шубин Леви в трактате Сота, может быть, Шмуль так не считает. Что они там спрашивают в Гиморе в Соте, вот же были мудрецы, два коина, Раби Ами и Раби Аси, которые таки выходили позже, не в Реце. И отвечают, что они начали выходить, что хотя бы первые шаги, какой-то шаг они сделали в сторону Духана в брохе Реце, иначе нельзя. Просто они доходили до Духана уже позже. И то же самое говорится про человека, который сам же коин и сам же посланник общины. Если Хазан единственный коин, то он может достать народ, если он уверен, что он вернется потом назад к своим брохам, не перепутает. Особенно, когда не было сидуров, можно было запутаться полностью. Так вот, если Хазан уверен, что он сможет после народа потом продолжить Шмуль на Эсре, с ним шалом Броху, то можно так сделать. Но тоже он должен немножко сдвинуться с своего места в брохе Реце, чтобы показать, что он будет выходить потом. То есть, в любом случае, это получается правило без исключений, что в брохе Реце коин должен начать выходить хотя бы. Даже если коин сам Хазан в Шмуль на Эсре, обычно нельзя ходить во время Шмуль на Эсре, но здесь он ходит и поворачивается, и все делает. Так вот, в Реце он уже первый, так сказать, полушаг, что ли, какое-то движение делает в сторону Духана, иначе невозможно. Что поскольку он хотя бы первый шаг сделал, сдвинулся ноги в брохе Реце, он уже может потом выйти на броху коинов позже. Алма и Куваика, и сегодня мы видим, что никто с этим не спорит, и на все, так сказать, вопросы Гемора там отвечает соте, и не говорит, что кто-то спорит с Рабью Шубенлевич, так что необязательно выходить в брохе Реце. Лаалот бе Вода. У Матнита де Решет в Решалеф. Это вот это мудрецы, которые были упомянуты до этого. В смысле, второй из них, да, Раби Ошия. В смысле, он, видимо, намекает на то, что говорится, что из тех, кто сэфт, которые от Раби Хии и Раби Ошия, Решет и Решальф, я думаю, на это здесь намекают. Что из них мы доказываем, то есть можно на них полагаться полностью. Как говорится, говорит, в конце трактата Хулин. Так получается, по Шмуэлю, если вообще нету брохе Авода в Нииле, какое может быть насидка паим? Благосление коэнов. Так как, говорит, потом мы все равно отвергаем мнение Шмуэля. Что есть Брайта, который Мифураш говорит, что в Ниилу тоже брох всем благословений. Поэтому, говорит, Гемора не спрашивает еще этот вопрос. Хочу сказать, что хотя доказательства не привели в результате из Брайты, лучше привести доказательство из Мишны, чем из Брайты. Но если из Мишны это не прямое доказательство, а только Диюк, то есть только можно вычислить из Мишны, а Брайта Мифураш открыто говорит, что всем благословений в Нииле, то лучше доказательство из Брайты, которое открыто противоречит Шмуэлю, чем из Диюка из Мишны. В смысле, даже если бы у нас была бы Мишна, из которой можно было бы сделать Диюк. А на самом деле у нас нету Мишны, у нас есть только слова Рабиоши, и это даже не Мишна. Поэтому уж точно мы не будем делать Диюк оттуда, лучше какую-то Брайту приведем. Пусть она не такая же аутентичная, как слова Рабихи и Рабиоши, которые более, как сказано было, более на них полагаются. Но в данном случае достаточно им, что они привели какую-то Брайту, которая открыто противоречит Шмуэлю, и Шмуэля отвергли. И так он дальше доказывает, что в этом основная соль. В общем, получается, что его кушая, он считает, что это правильно кушая, но Гемора ее не спросила, потому что без того мнение Шмуэля отвергнуто, зачем приводить дополнительной кушей к нему. Еще один небольшой отрывок переведем, в самом конце трактата Таанит. Здесь обсуждается, последняя Мишна в трактате Таанит обсуждает 15-е Ава. Раз до этого обсуждалась 9-е Ава и все законы этого поста, то потом хотят закончить на хорошей ноте и говорят, что 15-е Ава, наоборот, праздник. Как мы знаем, Туби Ав. Так вот, в отличие от других праздников, которые хорошо известны, большинство из них библейские, или, в основном, из Мигелл и Тестер, например, Пурим, 15-е Ава был большой диспут, в чем вообще праздник, что особенного в этот день происходит. И Гемора приводит много разных мнений. Но, во всяком случае, говорится в Мишне, что самые веселые дни у евреев были Йом-Кипур и 15-е Ава. Даже про Йом-Кипур не очень понятно, да, веселье, окей, счастливый день, когда у нас Капара. Но вот дальше Мишна обсуждает какие-то детали, и не очень понятно, про какой это праздник, эти детали. Имеется ли в виду 15-е Ава, или Йом-Кипур, или оба. И как сейчас Шага Тарье скажет, что он считает, что это имеется в виду только Йом-Кипур. Там были такие обычаи, что женщины, девушки занимали друг у друга платья, и окунали их, и в чистоте там плясали в виноградниках. Много разных деталей. Я уже когда-то обсуждал эту тему гораздо больше на базе статьи Рава Итама Хенкина, Хашамина Кем Дамо. Сейчас я не буду в это вдаваться. Настолько интересует вот то, как поймет это Шага Тарье. Так вот, одно из мнений здесь в Талмуде, что причина, почему 15-е Ава вообще это большой праздник, это то, что убитый во время восстания Баркохбы, Баркохсибы в Бейтаре. Их долгое время римское правительство не давало похоронить. И потом, через много лет, пришел один из более либеральных императоров и разрешил похоронить восстанников Бейтара. И вот тогда установили, что это произошло 15-го Ава, установили из этого дня праздник. Ну, он спрашивает, Кашели, мне говорят, непонятно, что уже 52 года прошло между разрушением храма и восстанием Баркохбы. То есть много лет прошло, это долго после разрушения храма, все эти события. Кеда Амарби Мидрашейка, Эйха, да, что это в Мидрашраба Эйха говорится, что прошло 52 года. Это только для начала восстания, видимо, там еще много лет само восстание, и потом, или сколько-то, есть диспут на самом деле, сколько лет было само восстание, и разные гирсы, но сейчас это не так важно, и еще сколько лет прошло, пока отдали их похоронить. Но для его аргумента достаточно, что это было уже после разрушения храма все. И при этом учатся про этот древний праздник, когда девушки прислали в виноградниках, что они занимаются в том числе у дочка царя, у дочки Коэн-Гадоля. Так какие цари, какие Коэн-Гадоли после разрушения храма? Да, что там упоминают в том числе второй Коэн, Вице-Коэн, так называемый Сагана Коаним, и Машух Мюхама, всего этого не было после разрушения храма. Поэтому он говорит, ведь царих Ломар и Раби Матна, что по мнению, что 15-е Ава это праздник по поводу того, что дали похоронить убитых в Бейтаре, можно сказать, что то, что сказано, что дочка Коэн-Гадоли или дочка царя там друг у друга занимают, это не про 15-е Ава сказано в Мишне. Вилони такен и Йом-Тов, ада харках, что 15-е Ава стало праздником только потом уже, уже после разрушения храма. А про то, что был праздник, где девушки занимают, в том числе и дочка царя, и дочка Коэн-Гадоля, это все сказано про Йом-Кипур, получается. Или о Йом-Кипуре, млеход, кае. Ша-йом-Тов, мекодам. Вот это, конечно, праздник был всегда, дарование Торы. Беот Шагабайт Каямы, это был большой праздник, во время, когда стал храм, Афалькавде Кадим Танали Хамиша Са Кодам Ли Йом-Кипурем. А то, что, говорит, в нашей Мишне упомянуто, сначала 15-е Ава, а потом Йом-Кипур, Аседр Хадашим самих, он просто полагается на порядок месяцев, то есть он не идет по порядку того, что более ранний праздник. Может быть, 15-е Ава стал праздником гораздо позже, уже после разрушения храма. В любом случае, 15-е Ава – это более поздний праздник, чем Йом-Кипур. Йом-Кипур – это библейский праздник. Правда, по одному из мнений, еще в очень древние времена появилась 15-е Ава, и связано это с тем, что разрешили коленом породниться друг с другом. До этого же из-за Боноц и Лавхад, как описано в Торе, не хотели жениться люди из разных колен друг на друге, чтобы не перешло наследие. Но это тоже все равно было, в любом случае, этот праздник даже тогда получился после Йом-Кипур. Правда, есть здесь мнения, что в этот момент перестали умирать в пустыне евреи, но даже в смысле из тех, кого он был агизейр, что не задают землю Израиля. Но даже тогда, опять же, это все равно было позже, чем Йом-Кипур. Как при любой ситуации, 15-е Ава это более поздний праздник, чем Йом-Кипур. Поэтому, по любому мнению, причина, почему 15-е Ава упомянута в Мишне раньше, это потому, что в порядке месяцев 15-е Ава это месяц пятый Ав, а Йом-Кипур это седьмой месяц тишлей. Поэтому упомянута в Мишне порядок, как он говорит, порядок месяцев. «Домини сан манинан лиху», что месяц мы считаем с Нисана, «Вихави ав кодом Йом-Кипурем». Получается, месяц Ав до Йом-Кипура, шиху ли ахрам пяти шлей. Вот все, что я хотел сегодня перевести. Но вот тему, которую он поднял, на самом деле, гораздо более, можно много очень на эту тему говорить насчет того, что последний Мишна подсказывает и что у них было за праздник. Но мне кажется вообще, что даже те, кто считает, что 15-е Ава это день, когда дали похоронить убитых в восстании Барков, не значит, что он противоречит всем остальным причинам, сказанным здесь, в чем именно праздник 15-е Ава. Не исключено, что он согласен, что праздник был более старый, еще с библейских времен, или в основном случае с очень древних времен. Это же конец фактически урожая, уже конец лета. И неудивительно, что они радовались виноградников и плясали. И на этом я на сегодня закончил. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Урок нас посвящался лирифуа шлема, ляцлаха вихонним, шель хадаса батахува вихолит сраиль.